Здравствуйте, друзья! С вами Константин Глазунов, Пусинский завод для обрабатывающего оборудования. Сегодня я хочу поговорить о проблемах станка УПТ-250М. Самое главное рассказать о том, как мы реагируем и как мы их решаем. Была проблема с перегревом дисков, снижается скорость пиления и диски перегреваются. Особенно это было актуально, когда на многопиле стояло много дисков. Не 3, не 4, а допустим 7. Раньше были диски вот такие. Толщина полотна 1,8 мм и толщина на пайке 2,8 мм. В чем была проблема? Почистные ножи работают вот на этой площади. Вот эта площадь не очищается от опилки. В результате здесь происходит накопление мелкой стружки, которая в конце концов идет и к перегреву дисков. Сейчас диски используются вот такие. Как вы видите, здесь уже четыре подрезных ножа. Два из них смещены ближе к центру, два соответственно наружи. Кроме того, сам диск стал толще. Сейчас толщина полотна 2,2 мм, толщина на пайке 3,2 мм. Такое соотношение размеров показало себя намного лучше и проблема ушла. С такими дисками стало все нормально. Если у кого-то до сих пор еще есть такие проблемы, можете обращаться. Они у нас недорогие. Диски всегда в наличии. Вышли. Следующая проблема это обрыв амортизатора, обрыв системы прижима бревна. Что было у первых пользователей? Обрывало вот этот амортизатор, обрывало вот эту пружину. В результате там люди ремонтировали как-то сами. Проблема устранена. Сейчас вот этот узел работает без нареканий. У кого есть до сих пор проблема, пожалуйста, напишите менеджеру. Мы вам вышли комплект для замены. Комплект будет выслан вам бесплатно. Следующая проблема, с которой столкнулись. Опилка забивала все. Она забивала зону пиления, она забивала зону фрезеровки. Не хватало мощности. В вентилятор попадали крупные щепки, которые ломали его, буквально разрывали на части. Мы долго над этим работали. Много что было изменено. Вы посмотрите на эту систему вентиляции. Посмотрите на эти кожуха. Посмотрите на воздуховоды. Специальные кожухи. Отдельно кожух для зоны пиления. Отдельно кожух для зоны фрезерования. Отдельно кожух на каждую фрезу. Увеличена мощность вентилятора. Сам вентилятор переработан. Любые щепки, которые сюда попадут, будут перемолотые и выброшенные. Такой клетчатке уже ничего не страшно. Если у кого-то какие-то еще проблемы со стружкой есть, обращайтесь. Вышлим рекомендации, что можно сделать, улучшить конкретно в вашем станке. Вышлим чертежи, если вы готовы сами что-то сделать и выслать вам соответствующие узлы и детали. Раньше ножи на наших фрезах были с твердосплавными напайками, такими же, как на пиле. Проблема была такая. Если попадает, допустим, камешек какой-то, зуб надламывался. Чтобы станок опять работал, нужно менять нож, а старый ремонтировать. Сейчас сделаны ножи со сменными пластинами и эти пластины легко заменить. Ломалась у вас пластина, никаких проблем. Откручиваем один болтик, вставляем новую пластину, продолжаем работать дальше. Есть предложение для тех, у кого до сих пор стоят ножи старого образца с напайками. Свяжитесь с менеджером, ножи вам заменят. Проблема, которая есть не только у этого станка. Эта проблема вообще, она есть у всех двухвальных многопилов. Когда посередине доски, а в месте, где сходятся диски двухвалов, образуется так называемая ступенька. Она получается из-за того, что диски относительно друг друга, которые должны быть на одном уровне, находятся не на одном уровне. Причин много. Просто изменение температуры. Древесина пошла другой плотности. Эта зависимость тем выше, чем больше у вас пачка из дисков. На что нужно обращать внимание? На шайбы. Обращаться с ними нужно бережно. Если появились какие-то ссадины, если появились глубокие царапины, какие-то зазубрины, необходимо отполировать и шлифовать это дело. Обращать внимание обязательно на чистоту поверхности посадочного места. Здесь может забиться смола, может попасть опилка, стружка и шайба уже стоит не на своем месте. То же самое относится и к дискам. Поверхность диска перед установкой протираем любым растворителем. Протерли вал, протерли шайбу с обеих сторон. Поставили. Если вы будете так делать, то вероятность того, что у вас появятся ступеньки, стремится к нулю. Нам нужна обратная связь. Поэтому, пожалуйста, пишите здесь под этим роликом, если вы смотрите, сейчас у вас какие-то проблемы. Пишите вашему менеджеру. Пишите на e-mail. Задавайте вопросы. Будем снимать. Ролики новые на эти темы. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Мы будем держать вас в курсе. Всем удачи в делах. С вами был Константин Глузнов. Кусинский завод деревообрабатывающего оборудования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова